Всем привет, друзья, гости моего канала, а также мои подписчики. С вами Александр Ироша. И сегодня мы поговорим о очень интересной собаке под названием Боксер. Вот честно говоря, меня всегда интересовала эта собака. Будучи еще совсем мелким пацаном, наверное, перед Доберманом, да, перед Доберманом, у меня во дворе жил огромнейший боксер. И честно говоря, реально, по сравнению с другими боксерами, он был просто огромным. Мне кажется, и сейчас, вот я приблизительно вспомню, я думаю, килограмм может 36. Да, хотя я, в принципе, сам маленьким был, может, поэтому он мне казался таким большим. Но нет, все-таки. Потому что я видел других боксеров тогда, я до сих пор это помню. И он реально был очень огромный. Честно говоря, собака интересная, очень крутая, да, внешне великолепная. Есть свои косяки по здоровью, но что ж, без этого никуда. Ну что, давайте тогда обсудим такую собаку-боксер. Ну, сразу скажу, я не спец, конечно, по ним, да. Если кто-то будет что-то больше знать, чем я, допустим, так что пишите в комментариях, будем обсуждать. Все, погнали! Уже в 17 веке в Германии можно было увидеть породу, похожую на боксера внешне. Но называлась эта порода буллинбейсер. Отличие между боксером и буллинбейсером было в том, что буллинбейсеры это были охотничьи собаки, которые были внешне очень похожи на боксера, а значит, что, конечно же, обладали этими хорошими мощными челюстями. В принципе, внешность это о том говорит. Если взять реально современные фотографии боксера и старые буллинбейсера, они реально очень похожи. Буллинбейсер, как я уже сказал, обладал хорошими мощными челюстями. И задача его была именно сдерживать добычу. Вот он ее схватил, прижал к земле и ждал прихода охотников. Нынешние же боксеры все-таки это сторожевые собаки, да, и компаньоны. Потому что боксер, если посмотреть, он очень недоверчив к другим людям. Вот честно могу вам сказать, с боксерами шутки плохи. Он тебе жопу откусит и даже глазом не моргнет. Но, честно говоря, могу сказать, что современные боксеры тоже самое. Мне кажется, они произошли какие-то вот изменения в них. Это немножечко, наверное, сказали не те боксеры, которые были на самом деле в 90-е годы. Если я вот помню по себе, какие они были. Они были тогда реально какие-то мощные. Сейчас боксеры превратились вот в такую худую собачку. Раньше все-таки, мне кажется, они чуть-чуть были помощнее. Может, я, конечно, ошибаюсь. Это лично мое мнение. По характеру боксер все-таки это очень любящая собака, да. Вот вспомнить мое общение с тем боксером. Какой он был нежный. Он готов был тебя залезать. Но снова же, вот косяк боксера. Его эти слюни-то просто везде. Вот реально везде. Вот просто трэш, да. Если он потрясет головой, просто это все разлетается. Это я помню еще тогда. Сейчас же мы берем современных боксеров. Вот я часто встречался с Роном. Кстати, могу вам сказать очень интересную историю. Буквально она произошла месяца два назад. Мы встретили одного кобеля, современного боксера. У него был пуллер. И, в общем, Рон увидел этот пуллер. И давай гоняться с этим боксером. В общем, боксерчик бедняжка, что не пытался сделать, в итоге ничего не смог. Рон его опережал во всем. В скорости, в шустрости. Вот просто во всем. Я кидал этот пуллер, да. Боксер летит, Рон его обгоняет. Забирает этот пуллер. Боксер пытается отобрать. В общем, ничего он не смог сделать. Ну, не знаю, как бы, о чем это говорит. Конечно же, мне снова же не нравится сейчас то, что нельзя купировать уши, нельзя купировать хвост. Это в 12-м году у нас запретили. Честно говоря, мне кажется, боксер потерял свой какой-то шарм. Вот это, то, что нельзя купировать уши и хвост. То же, кстати, и касается доберманов-то, да. Посмотрите, доберманов без ушей, допустим, да. Если не купировать уши и с хвостом. Мамочки, Рон, да что же за страшилище-то такое. А так, по характеру, боксер, в принципе, очень добрый пес к своей семье, да. Ну, нуждаются тренировки, но очень, как бы, настороженный к посторонним человекам. В принципе, стандартная охранная порода собак. В плане здоровья, в принципе, боксер очень уязвим к холоду. Сразу говорю, это, в принципе, во многих и литературах должно писаться. Часто очень страдает болезнь, как ревматизм. Ревматизм, это у нас суставы, да, нарушаются. Это крошатся суставы, что-то, по-моему, вот так. Точно не могу сказать, реально забыл. Но что-то с суставами. Так что, как бы, его в холодную погоду нежелательно долго выгулить. Потому что это проблема. Но, может, многие скажут, что сейчас этого и нету, допустим. Кто его знает? В принципе, нет. А так, боксер для меня, ну, слушайте, это классная собака. Происхождение его очень интересно. Буллин-бейсер, да, вот как раз смешали его с английским бульдогом, с староанглийским бульдогом. И еще добавление туда мастифов. То есть, вы видите, какая смесь-то такая серьезная. Причем, староанглийский бульдог, именно тот, который был предком питбулей. Так что, в принципе, какая-то часть, вот именно, сходство у них существует. Ну, а так, в принципе, ребят, все. Это все, что я, наверное, знал про этих собак. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Ну, и все, ребят, до скорой встречи. Обязательно увидимся!